В этом видео хочу поговорить об игре нашего детства Fruit Ninja. Что ж, на своём канале я запускаю новую рубрику. А именно, я буду рассказывать о тех играх, которые мы все любили в детстве, но сейчас в них никто не играет, потому что они попросту скатились. В следующих выпусках будут такие игры, как Vector, Shadow Fight 2, Badland, Subway Surfers и другие популярные игры. Но сегодня мы заострим наше внимание на такой игре, как Fruit Ninja. Господи, сколько же у меня ностальгических чувств связано с этой игрой. Я ещё помню, когда я учился в шестом классе, а это были годы 2011-2012, когда андроид-смартфоны только потихоньку начинали у всех появляться. Некоторым одноклассникам родители уже их покупали, а некоторые дальше ходили со своими обычными телефонами. И разумеется, на андроид-платформе были те игры, в которые ты не мог поиграть на обычной мобилке. И поэтому те самые владельцы обычных мобилок, в числе которых был я, сильно завидовали владельцам андроид-смартфонов, кто мог поиграть во все эти игры. И одной из первых популярных игр на смартфоне была игра Fruit Ninja. Я думаю, никому из вас не стоит объяснять, в чём суть этой игры. Но если тут есть те, кто не знает, то по-быстренькому объясню. В общем, это такая игрулька, где у тебя вылетают фрукты, и ты должен их разрезать до того, как они упадут. И было в этой игре 3 режима, а именно классический, аркады и дзен. Классический режим был самый сложный. Там ты максимум мог уронить 3 фрукта, ну то есть не разрезать их до того, как они упадут. А также ты ни в коем случае не мог задеть бомбу, иначе проиграешь. За каждый разрезанный фрукт тебе начислялось по одному очку, а если ты сделал комбо, например, быстро разрезал сразу 3 фрукта или больше, то тебе начислялось столько очков, сколько ты разрезал фруктов, и еще столько же очков, если ты их разрезал в комбо. Был еще один режим, самый популярный у всех, это аркада. То есть там тебе давалось определенное количество времени, и ты должен был разрезать максимально большое количество фруктов и сделать максимально большое количество комбо. А если ты делаешь много комбинаций подряд, то у тебя начинает играть вот такая вот ожесточенная музыка, и ты попадаешь в так называемый режим буста. То есть у тебя за каждое комбо дается гораздо больше очков. Там вроде бы было вплоть до 30. Еще тебе вылетают такие вот розовые бомбы, на которых написано минус 10. То есть если ты случайно ее заденешь, у тебя отнимется 10 очков, а также аннулируются все те комбо бусты, которые ты до этого сделал. А еще тебе в этом режиме время от времени вылетают бананы с различными бустами. То есть есть оранжевый банан, который дает тебе огромное количество фруктов, выпадающих с разных сторон. Есть синий банан, который увеличивает твой счет в два раза. А есть банан, который замораживает время и замедляет движение фруктов. Конечно же самое охренительное, это когда ты разрезал одновременно три банана. Но такое на самом деле случается не так-то уж и часто. А когда у тебя истекает время, у тебя вылетает вот такой вот огромный гранат, которую нужно быстро-быстро пальцами разрезать. И сколько раз ты его разрежешь, столько очков он тебе и даст. Спойлер, это можно делать двумя пальцами, так получится больше очков. У меня был рекорд в этой игре 45, а какой был у вас, напишите в комментариях. И в конце игры тебе дают определенные бонусные очки, а их количество зависит от того, как хорошо ты сыграл в игру. Ну и последний, самый лайтовый режим, это дзен. Это режим, можно сказать, такой тренировки. Там нет никаких бустов, нет никаких бомб, то есть ты просто разрезаешь фрукты и тренируешься делать комбо. И вот я помню, что в то время очень сильно отличались версии Fruit Ninja для айфона и для андроида. Например, я помню, что у большинства школьников в то время были телефоны на версии второго андроида. Ну вот такие самые простенькие, типа HTC Explorer, который был у меня. И на телефоны с такими версиями андроид не было Fruit Ninja самой новой версии. Но эта версия тогда была на айфонах, а айфоны, как вы понимаете, в то время мало кто мог себе позволить. У нас было в классе всего два пацана, у которых был айфон 4S. И вы не представляете, как мы им завидовали. Потому что в той новой версии Fruit Ninja, которая была для айфонов, было огромное количество клинков, которые были недоступны в версии для андроид. Например, какой-нибудь водяной клинок или клинок дракона. А знаете еще в чем прикол? Те пацаны, у которых были простенькие телефоны, даже не на андроиде. И я в шестом классе был тоже в их числе, потому что у меня был сенсорный телефон Samsung Star. И мы скачивали туда Java игру под названием Fruitmania. Это жалкая пародия на Fruit Ninja с максимально неудобным управлением. Но мы даже этому тогда были рады. И вот я помню, когда мне в конце седьмого класса подарили мой первый планшет iPad mini. Как же я тогда радовался, когда скачал себе новую версию Fruit Ninja. И на тот момент она была какая-то более простая и ламповая что ли. А именно за успешно сыгранные игры в каких-то режимах ты получал определенное количество старфрутов. Это вот такие вот зеленые фрукты, которые ты можешь потратить на какой-нибудь клинок, на какое-нибудь новое додзио. Додзио это фон, если что, то есть где ты фрукты разрезаешь. Ну по крайней мере так было раньше. Но что же стало с игрой сейчас? А именно в App Store сейчас целых три версии Fruit Ninja. Бесплатная Fruit Ninja. Потом платная Fruit Ninja Classic. И еще появилась какая-то Fruit Ninja 2. Давайте по порядку разберем все эти игры. Начнем пожалуй с бесплатных. Зайдем в обычную Fruit Ninja. Как и в любой бесплатной игре тут конечно же есть реклама, правда и тут не настолько много. Опять же есть куча доната. Какой-то убогий русский шрифт. Игра почему-то подлагивает, хотя на айфоне такого вообще не должно быть. Ну а теперь посмотрим на систему прокачки. В игре появились уровни. И только при достижении следующих уровней ты можешь открыть новые клинки. И если раньше например клинки можно было купить, либо выполнить какую-нибудь ачивку, чтобы получить их бесплатно. То сейчас клинки тебе становятся доступными только при достижении следующего уровня. И ты вместо того, чтобы выполнять ачивки, чтобы получить следующие клинки, должен выполнять ачивки, чтобы фармить себе новый уровень. Что делает игру довольно скучной. А также клинки ты в этой игре можешь прокачивать. Правда я не понимаю зачем это надо, но все же. Также мне непонятно, что тут написано, что сила клинка ожидается. Не, насколько я знаю, в классической версии Fruit Ninja клинок дает какую-то определенную силу. Но здесь я честно говоря не понимаю, что значит ожидается. Типа что, обновление что ли какое-то будет? В общем, что в целом хочу сказать про эту версию игры. Меня она абсолютно не впечатлила. Какой-то непонятный дизайн. Какая-то непонятная система прокачек. Непонятно, есть у какого-то определенного клинка какая-то сила или нету. В общем, если сравнивать ее с оригинальной версией, которая в свое время в веб-сторе была бесплатная. То можно смело сказать, что игра скатилась. Теперь посмотрим на другую игру под названием Fruit Ninja 2. Я вот когда ее скачивал, думал. Наверное вторая часть игры, думаю, получше будет. Но опять же, хрен там плавал. Какой-то непонятный дизайн, непонятная система прокачки. Игровые режимы открываются только по достижении какого-то уровня, что в оригинальной игре вообще не было. Количество клинков урезано. Да и дизайн клинков какой-то непонятный. Потом, зачем здесь вообще появились какие-то скины? Если персонажа ты видишь только на главном экране. Ладно бы я за него играл, это еще можно как-то понять. Но опять же, если я этого персонажа в игре не вижу, зачем мне какой-то скин? Клинки теперь выпадают в ящиках. То есть их нельзя ни купить, ни выполнить какую-либо ачивку, чтобы они у тебя были. Плюс к тому тут появились какие-то уровни клинков. Типа вероятность выпадения важного фрукта, что-то такое. Графика в игре, я вам скажу так, не очень. Отсутствует какая-то эпичность, что ли, которая была в оригинальной версии игры. То есть где разрезаешь такие сочные фрукты, у тебя сок летит направо и налево. Этого в игре почему-то нет, анимации урезали. Шериф тоже максимально убогий. Опять же, есть куча доната, куча всяких ненужных прокачек. Да и в целом всего такого, что в игре в принципе не нужно. Фрут ниндзя была обычной ламповой игрой таймкиллером. В общем, бесплатная версия Фрут ниндзя 2 мне, честно говоря, не понравилась. Я не буду называть её полным говном, но играть в эту игру с таким же энтузиазмом, как я когда-то играл в классическую версию, я точно не буду. Ну и теперь мы рассмотрим платную игру Фрут ниндзя Классик. На самом деле, огромный респект этой студии за то, что они загрузили в App Store классическую версию данной игры. Даже похер на то, что она платная. Но игра эта просто замечательная. Доната в этой игре нету. Ну как он есть, тут можно за деньги купить два клинка. Но это типа эксклюзивные клинки, которые обычным игрокам не нужны. То есть хочешь поразвлекаться, покупай, не хочешь, не надо. Ну а сама система прокачки в игре построена очень интересным образом. За каждую игру тебе даётся определённое количество очков. И за эти очки ты повышаешь свой уровень. Но также ты можешь выполнять ачивки, чтобы тебе очков давалось ещё больше, и чтобы твой уровень рос быстрее. И с каждым новым уровнем тебе бесплатно открывается либо какой-нибудь клинок, либо какой-нибудь новый додзи. И у каждого клинка и додзи в этой игре есть свои уникальные фишки. А также за выполнение ачивок тебе дают специальные бусты, которые ты либо можешь потратить, либо нет. Например, клубника, которая взрывается и даёт тебе плюс 5 очков. Либо персик, который даёт тебе плюс 2 секунды. Либо ты можешь сделать так, чтобы ты за одну игру отразил максимум 3 бомбы. Ну в общем, система прокачки мне в этой игре нравится. А также мне нравится то, что определённым клинкам добавили какие-то определённые способности. Но всё же с каждым уровнем качаться до следующего уровня становится всё сложнее и сложнее. И таким образом, чтобы тебе выигрывать новые клинки, тебе нужно постоянно фармить уровень. Я просто поменял телефон, но когда я играл в эту игру на старом телефоне, я дошёл в этой игре где-то до 45 уровня. Но на это я потратил где-то полтора месяца. То есть то, что к каждому клинку добавили какие-то определённые фишки, это конечно же круто. И то, что тут нет доната и какой-то непонятной системы прокачки, это тоже круто. Но всё равно игра заставляет тебя постоянно в неё играть, чтобы получать новые уровни. И делает тебя своеобразным задротом. Но давайте подытоживать. Считаю ли я то, что игра в рот ниндзя скатилась? Честно говоря, с одной стороны да, а с другой стороны нет. Про бесплатные версии я вообще молчу, они-то уж точно скатились. И играть в них нет никакого удовольствия. Но если говорить про платную классическую версию, конечно же новые фишки, которые туда добавили мне нравятся. Но всё равно мне не нравится то, что эта игра заставляет тебя постоянно в неё играть. И то, что ты не можешь, как в старой версии, накопить определённое количество старфрутов и просто купить себе какой-нибудь новый клинок. Что ж, а на этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольцы, чтобы не пропустить мои следующие видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok